Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за возможность принять участие в столь значимом мероприятии, не побоюсь этого слова, на площадке. Вне того, что у нас на сегодняшний день есть определенные сложности, и с возможностью выступлений, и присутствовать, в том числе, я так понимаю, здесь и регионы присутствуют, то есть регионы взяли на себя смелость и посетили, несмотря на что, в городе Москву. Это отрадно видеть, тем более, что у нас сегодня тоже такой знаменательный день для Российской Федерации, как День Конституции, да, и давайте сделаем его наполненным смыслом, и расскажем о том, что есть. Да, действительно, Роспрокоподзор на сегодняшний день занимается тем, что он выдает эти удостоверения, но я хотел бы коснуться, прежде всего, что сами общественные инспектора, это появилась возможность, ну, так давно, то есть это все регулируется в рамках закона номер 7, в федеральном законе номер 7, об охране окружающей среды. Собственно, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на здоровую окружающую среду, и тем самым люди, общественные инспектора, занимающиеся общественным экологическим контролем, они на безвосмерной основе самостоятельно проводят такую работу. Что у нас на сегодняшний день есть? У нас есть приказ Министерства природных ресурсов, который регулирует порядок, значит, такой деятельности, да, и у нас есть административный регламент Роспрокоподзора, который позволяет, значит, осуществлять вытащу предпочтений общественным инспекторам. Ну, безусловно, вся эта деятельность, она сопряжена также и с проблемами, поскольку любой общественный инспектор, он должен, наверное, обладать ополнительными правами по сравнению с обычным гражданином. Ну, на сегодняшний день такие права общественного инспектора отсутствуют, также отсутствуют и меры стимулированных, и об этом многие общественные инспектора говорят, и говорят как о проблеме, которую нужно решать. Со своей стороны, отмечу, что, значит, всей норматурической деятельностью на сегодняшний день занимается Министерство природных ресурсов. Тем не менее, Роспрокоподзор вышел уже с такой инициативой и дал соответствующие предложения Министерства природных ресурсов. Надеемся, что изменения части норматурства, они будут уже сделаны в ближайшее время, и уже общественный инспектор, это будет не просто физическое лицо, которое имеет право вести и фото, и видеосъемку, и осуществлять, в том числе, устные замечания при таких правозарушениях физическим лицам, но и также иметь определенные права. Надеемся, что это будет в своей перспективе сделано. Тем не менее, общественная роль тех общественных инициатив, которые есть в регионах, как мы видим на примере федерального проекта «Чистую воду», достаточно сильная. То есть это получилось каким образом? Наверное, назрел сам вопрос. Мы для себя видим это так, потому что, когда мы начинали работу в регионах, в федеральном проекте и в целом о национальных проектах, мало кто знал. И мы совместно с экспертным сообществом, совместно с общественностью, на тот момент ее еще было не так много, но мы видим, что общество начинает консолидироваться и тем самым задавать определенные вопросы, неудобные вопросы региональной власти. Со своей стороны могу отметить, что проект «Нофис» до сегодняшнего дня, проект «Нофис» федерального проекта «Чистую воду» до сегодняшнего дня, является такой площадкой и коммуникационной площадкой, и экспертной площадкой, которая позволяет общественности задавать неудобные вопросы власти и транслировать их для дальнейшего решения. Совершенно недавно в городе Красноярске прошла такая встреча руководителя Росказнадзора с лидерами общественных инициатив города Красноярска, на которых были заданы тем, что неудобные вопросы. Мы со своей стороны постарались обобщить, собрать и в дальнейшем, безусловно, придадим уже определенную силу, так скажем, поскольку от общественности есть запросы, в том числе и к изменению действующей нормативки и к тем основным природопользователям, поскольку мы за экологией говорим, а к тем основным природопользователям, которые находятся на территории этого региона. Поэтому я вижу именно в общественных инспекторах, именно в общественных инициативах и движениях достаточно сильное такое начало, которое позволит действительно региональную повестку менять не с точки зрения каких-то отчетных мероприятий, как это принято было считать на последний момент, а именно с точки зрения сутевого наполнения. То есть в общем можно сказать так, что общество уже созрело для того, чтобы самостоятельно регулировать ту политику, которую на следующий день есть регион.